Вставай Вставай, вставай 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 Ну вот мы присоединились, мы присоединились, мы присоединились к нам и мы к вам, да? Женька, давай сегодня ты побудешь все-таки в роли гостя, да? Давай. Я буду задавать тебе вопросы все-таки, как проходил твой звездный путь? Хорошо. Он все-таки еще идет, да? Я надеюсь все-таки он идет. Он еще не заканчивается, понимаешь, он только начинается. Вот скажи, а когда зародилась вот эта любовь к ТВ, к телевизору? К телевизору, наверное, зародилась любовь все-таки у меня с детства, потому что я помню, когда мы делали концерты во дворе, да, я не была организатором, то есть я не любила вот это вот все организовывать, детей собирать, бегать, я любила выступать. Для меня, я помню, дали мне одну роль, она была вообще незначительная, там нужно было кричать, я как точно помню, просто остановить вертолет. Вот. Вот эта фраза, да? Эта фраза, я не знаю, почему она у меня так выелась, знаешь, с детства. И, ну, там, естественно, были актеры, да, там они как-то сценку обыгрывали, а мне вот, я не знаю, почему мне досталась вот эта фраза, остановите вертолет, и я ее так запомнила. С этой фразы начался звездный путь Евгении Тарановой. Вот, поэтому я могу сказать, что это началось с детства, наверное. Так, подожди, изначально ты была Женька Кипиш. Женька Кипиш, да. Кипиш – это звездный путь Женьки Кипиша. Да, а потом уже Женька Таранова. До какого определенного момента ты была Кипиш? Ну, все-таки вот Кипиш, он и есть, и в Африке Кипиш, и он остался, наверное, со мной и по сей день. Но я уже думаю, ну блин, ну Кипиш как-то уже так не серьезно, надо уже взрослеть, надо уже идти дальше, да. Поэтому мы решили вот все это убрать, этот Кипиш, и оставить, то есть, мою Жень Таранова. Я когда еще, ну, меня спрашивают, там, как твоя настоящая фамилия, я говорю, ну, Жень Таранова. Я говорю, слушай, у тебя такая звучная фамилия, почему ты ее не используешь? И тогда я думаю, блин, почему… Так и начала пиарить фамилию, да? Да, правда, почему я не пиарю фамилию свою, и она действительно у меня такая яркая, и я думаю, что она… Замечательная. Замечательная. Жень, все-таки и вы, дорогие друзья, не переключайтесь, потому что сразу после клипа мы узнаем, как же дальше продолжался звездный путь Жени Тарановой на телевидении. Ну, и не только Жени Тарановой, но еще и о Сереже позитиве… А потом обо мне, да, так на заметочку. И о Сереже позитиве поговорим, поэтому оставайтесь вместе с нами, будет очень много всего интересного, расскажем, как проходить кастинги, как не бояться и избежать волнения. Клип. Доброе утро, Казахстан! Давно мы, Женька, не говорили почему-то эту фразу, я не знаю, да? Доброе утро, Казахстан! Доброе утро, Казахстан! Просыпайтесь вместе с нами. Самое время это изменить, понимаете? Что мы сейчас, собственно говоря, и сделали. Говорим мы сегодня о теме телевидения, как попасть на экраны. На экран. Да. Через диван все-таки или не через диван? И через диван мне повезло, наверное. Да. Все общими усилиями, трудами и так далее и тому подобное. Вот, все, ты крикнула эту фразу, остановите вертолет. Остановите вертолет, я крикнула вот тут в детстве. Дальше, что у тебя было? Все, дальше у меня пошла школа, дальше у меня пошло высшее учебное заведение. Получается, ты забыла о ТВ или нет? Нет. ТВ у меня всегда, я вот смотрела, знаешь, переключала по каналу и ловила себя на мысли о том, что, блин, я очень хочу, очень хочу. На тот момент, когда я была маленькой, да, я там слушала радио, там, смотрела телевизор и думала, блин, ну как круто. Я считала всех там звездами, да. Я думаю, блин, я обязательно, я так-то хочу. Но мне казалось, понимаешь, это недостижимо. Я не знаю почему, мне казалось, это только для избранных, знаешь, каких-то, что я никогда туда не попаду, никогда вот не буду сидеть там, обещать и так далее и тому подобное. Но, как видишь… Женька сегодня моя соведущая, мы сидим в своем авторском шоу, да. Все получается, понимаешь, главное только захотеть. Но я хотела это с детства, я пошла специально учиться на телевидении, там, на радио, на журналистику, высшее учебное заведение. И вот тогда-таки наконец, ну, еще у меня был очень хороший друг Дмитришок, с которым мы начинали все это делать. И он как-то пошел, мы начинали вести, помню, прямые эфиры, где мы разыгрывали всякие там, знаешь, сухарики, молоко Раньше, помнишь, были сухарики Балжао? Было очень много прикольных моментов, интересного всего. И он как-то говорит, слушай, Женя, а ты не хочешь там вести киноман? Была такая передачка, он вел какой-то… как же она у него называлась? Не шок-мюзик-ньюс? Вот, шок-мюзик-ньюс. Шок-мюзик-ньюс. И он пришел и говорит, ну вот я рассказываю про музыку, там, туда-сюда, слушай, а ты не хочешь, ну, поговорить, например, о кино? И тут все, сердце остановилось уже, да? И знаешь, для меня это… я такая, что? Ну, киноман сделать… и я тогда не поверила, я думаю, да, а что, можно? Значит, я такой трогательный момент, он такой, ну да, давай сделаем. Все! И вот с этого там пошло. Я учила, ты понимаешь, я учила все наизусть. То есть, я там не пересказала, я учила прям все… я забросила уроки, я сидела, учила тексты для того, чтобы… Все-таки душа запела, да, Женя? Душа запела, и когда включилась вот эта красная лампочка, вот тогда я поняла, что я уже нахожусь в своей тарелке, что это для меня, наверное, будет самое главное в жизни, и что это меня уже никуда не покинет, и я от этого никуда не денусь, понимаешь? Вот и все, вот так вот началось, началось потихоньку-потихоньку, но потом я поняла, что… Тебе стало тесно. Я жила в Павлодаре, да, и я поняла, что в Алма-Ате все-таки у нас более развито телевидение, да, здесь находятся огромнейшие гиганты медиа, да, и я понимала, что мне нужно перебираться туда для того, чтобы мой рост начинался… Ну, я все-таки знаю по твоим рассказам, так как мы с тобой не только коллеги, но в первую очередь друзья, что ты, ну, не сразу, да, решалась переехать? У тебя были какие-то сомнения? Да, я думала, думаю, блин, ну, может быть, там, ну, как бы, огромный город, из меня приехала девочка, таких приезжает миллион, но кто, когда, как вообще, я скажу сразу, что даже когда в будущем периоде, ну, я уже была в Алма-Ате, да, мне не сразу все далось, да, не сразу открылись эти дверки. Все-таки… Все-таки твой звездный путь, ну, не был только из роз. Да, он не легкий, я скажу так, он… были какие-то вот моменты, когда, ну, все, просто дверь закрывалась, но я сейчас смотрю и понимаю, какие я делала все-таки ошибки. Это были ошибки. Ну, а я знаю то, что на нашем лучшем музыкальном нет ни одной ошибки, потому что у нас самые замечательные видеоклипы. Я это тоже знаю. И сейчас мы смотрим именно самый лучший видеоклип. Ну что ж, вот мое телевидение и знакомство вообще с ним началось с детства. Сереж, а я хочу у тебя все давно спросить, когда это все у тебя началось? Знаешь, у меня началось, наверное, это как у каждого подростка, наверное, в детстве, да, в подростковом возрасте, но, признаюсь честно, я изначально болел все-таки радио. Все-таки радио? Ты хотел быть радиоведущим? Да. Я, знаешь, будучи живя за городом, я приумножал полезные знакомства, сидя в интернете. Ага. Так что у меня там нету никаких ни пап, ни дядь, нигде на телевидении. Я все-таки ко всему сам шел. И я приумножал связи и познакомился с такими радиоведущими, как Маликом Рузиевым, Сашей Шмогалевым, Арнуром Истыбаевым. Ага. И общался, общался, общался. Получается, потом я переехал учиться сюда, в город. И волей, наверное, судьбы Малик Рузиев пригласил меня работать на X-Factor. Вот. Причем работать там, знаешь, где-то на звуке сидеть, что-то выводить, заводить. Знаешь, такая техническая работа, вообще не творческая. Но мне сама нравилась эта вся кухня, да. Атмосфера. И тогда, Женя, я все-таки почувствовал, что такое настоящее телевидение. Там был ведущий Адиль Лиян, у меня были вот такие глаза. Я думаю, господи, это Адиль Лиян ходит передо мной. Там каждую, ну каждый эфир, приезжали звезды выступать туда. И для тебя это было, боже, это, наверное, что-то с чем-то, кто это. Причем, знаешь, там были и такие именитые звезды, как там Мюзикола, да. А я, ты представляешь, я их не знал. Мы как-то сидим с Маликом Рузиевым, получается. И он мне объяснял. Вот это то-то, то-то. Он такой, ты таких не знаешь. Он такой, нет, он такой, типа, Серж, если ты хочешь работать на телевидении, ладно, в медиа, в СМИТ, ты обязан просто знать наших казахстанских исполнителей и артистов. Хотя бы просто имена и фамилии. Потому что я знаю, знаешь, многих журналистов, которые приходят на работы, да, на каналы, и они просто не знают наших звезд. Вот. Ну и тогда я как-то начал, знаешь, учить. Вот я прям смотрел, кто, как, почему, зачем и как-то вот так. А я помню еще, когда я работала еще в Павлодаре, да, и у нас был тоже телепроект Город. Угу. Это вот, знаешь, наверное, такой телепроект, ну, он крутой был, классный, молодежный. И мы всегда смотрели выпуски с Адирием Лианом, да, потому что было на кого равняться. И нам говорили постоянно, вот смотрите, как этот человек ведет, то есть потому что он считался вот таким каким-то невероятным человеком, который знал свое дело на все сто процентов. Ну, он стоял, да, у истоков развлекательного ТВ. Да. И я помню, мы прям смотрели с заражением и вот улавливали какие-то частички от него, да, и думали, блин, как здорово. Где он, да, сейчас и где мы сейчас. Ну, да. Вот так вот время идет, молодые на пятки наступают. Ну, и здесь теперь мы, да, все-таки. Да, и здесь теперь мы, наконец-таки. Я считаю все-таки, что, ну, нужно, прежде чем прийти, да, на телевидение, нужно ни один порог обить. Ну, да, я с тобой согласен. Потому что не все так просто дается, и я даже скажу больше, многие разочаровываются в этом, да, и говорят, слушайте, да, там туда не попасть. Действительно, только нужно знать каких-нибудь агашек, знать нужно каких-нибудь папочек, мамочек, да, и нужно там, может быть, с кем-нибудь спать. Не для нашего шоу сказано. Вот, но я скажу так, что… Женя ни с кем не спала. Всего лишь, всего лишь нужны какие-то, может быть, связи, да, может быть, тех людей нужно знать. И в любом случае можно просто записываться, да, где-то, и потихонечку, потихонечку вот так вот знакомиться с людьми, которые… Именно с этой сферы. Да, именно с этой сферы, ну, вот как я и делал, да, знаешь, Жень, интернет, мне кажется, сейчас есть у каждого. Абсолютно так. Соцсети, тем более, есть у каждого. Можно зазнакомиться, заобщаться, все-таки, знаешь, если ты напишешь какому-нибудь человеку, тому же вот Али Акапову, да, я ему как-то писал, я думаю, у него там, не знаю, под 100 тысяч подписчиков ВКонтакте, и у него открыты личные сообщения. Я думал, он мне никогда в жизни не ответит. Я ему как-то написал там, вот он, уже будучи работая на музоне, он мне ответил. Причем, знаешь, я считаю то, что если ты оригинальный, творческий подход найдешь свой, то ты обязательно чего-то достигнешь, и даже тебе будет несложно приумножить какие-то знакомства. А вот какие кастинги были в нашей жизни, как мы это проходили, как преодолевали это волнение, мы расскажем, пожалуй, в следующей студии, а пока что давайте просыпаться с хорошей музыкой. Ну вот, Женька, сколько кастингов было у нас в жизни, поведай. Ну, кастингов, на самом деле, было немного. Поведай. Я на своем, на своем таком жизненном пути, да, я помню, ну, кастингов 5, наверное, точно было, да. Я помню, это было утреннее шоу, да, на телеканале, и мы пришли, и там были, там, Миронов были, тот же Малик Грузии, тот же это. И в чем заключался кастин, в общем, садят тебе с партнером, или там садишься одна, да, и, значит, вот бумажечки здесь такие разложенные. Ты берешь, смотришь, что-то написано, мне попался, что-то, знаешь, типа такого, что говорит священник, когда попадает молотком себе по пальцам. Угу. И вот ты с вот этой темой ты должен развить разговор. Угу. Ты сидишь, там, все, приветствуешь, там, доброе, там, ну, не знаю, доброе утро, там, у нас-то утро, там, добрый вечер, уважаемые господа, сегодня мы поговорим с вами, там, о чем говорит священник, когда ударяет себя по пальцам молотком. И вот ты должен развить эту тему, но… Ты развила эту тему? Я развила, но ты знаешь, как это… Очень тяжело, да? Это очень тяжело, когда еще сидят твои, как бы, конкуренты, да, и которые вот смотрят, и ты прям понимаешь, что они сейчас тебя пронизывают, пронизывают… Взглядом этим, да? Взглядом своим вот этим вот сверлящим, и ты такой оттеряешься как-то, понимаешь? И иногда действительно вот из-за волнения многие не проходят. Да. Ну, знаешь, вот в твоей жизни были кастинги, в моей жизни не было ни одного кастинга. В моей жизни не было ни одного кастинга, да. Слушай, все тебе прям дается. Я думаю, что у тебя еще жизнь… Я думаю, что у тебя еще жизнь длинная, поэтому еще кастинги… Все-таки кастинги будут, да? Кастинги еще будут. Ну, знаешь, по большому счету, конечно, я благодарен нашему другу, да, общему Диме Шоку, потому что если бы, мне кажется, не он, я бы вообще здесь не сидел. И не знаком был с тобой, на самом деле. Да, кстати. Потому что он, да, потому что он, по большому счету, сделал для меня очень много и делает, кстати, до сих пор. Поэтому, Димашок, мы передаем тебе огромный огромный привет от Будильников. Ты наш, я не знаю, спаситель, злокомитель, который нас свел, который нас познакомил. Который помогает нам, помогал. Он всегда, он всегда, знаешь, что мне говорил? Он всегда говорит, Женя, ну скажи, скажи, что это я тебя привел в мир шоу-бизнеса. Ну, Парша, скажи, что там, ты была моей музой. В шок! Это ты привел меня в мир шоу-бизнеса. За это я тебе говорю огромное спасибо, потому что здесь сейчас вот мы с Сережкой сидим и не забываем хорошие вещи, как-то. Ну, а я знаю то, что он еще ставит замечательный видеоклип, потому что он наш музыкальный директор. Дмитрий Желк, сейчас узнаем, что же он там нам поставил. Наверное, что-нибудь крутое. Четвертая была, да? Сейчас. Незвони на то, что Сергей сидит. Чешет яйца. Мы продолжаем. Давай, начинай жить. Говорим мы сегодня с вами о телевидении. Как вы попали на ТВ. Что нужно для того, чтобы попасть на ТВ. Какие кастинги нужно пройти и как избежать волнения. Вот как ты все-таки думаешь, что нужно для того, чтобы попасть на ТВ. Ну, что бы... Первое, давай вот прям... Первое, 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 это конечно же талант. Любовь к телевидению. Любовь к телевидению, любовь к своему делу, да? Второе, это знакомство с людьми из нашей сферы, правильно? Да. Приумножать полезные знакомства, да? Третье, можно снимать какие-нибудь видосы, да? И выкладывать куда-нибудь в интернет, для того, чтобы тебя заметили, приметили и так далее и тому подобное. Четвертое, мне кажется, для каждого, да, телеведущего, наверное, ну так же для каждого певца, да, нужна какая-то своя фишка. Фишка? Все-таки, да. Так. Все-таки фишка должна быть. Нужна яркая внешность. Яркая внешность, и это уже пятое, да? Мне кажется, шестое, какой-нибудь там очень крутой псевдоним, знаешь? Вот. Вот, наверное, отнесем это к яркой внешности. Яркое имя, яркая внешность, да, должна быть. Ну, что еще? Что еще, наверное... Ну и удача. Удача. Удача, конечно. И побольше ходить по кастингам, да, вот все равно где-то там мелькает что-то, где-то как-то оп-оп, там ухом зацепил где-то, все, побежали сразу. Не бойтесь. Понимаете, наша проблема в том, что иногда люди боятся просто прийти и думают, что ой, а зачем туда идти, там все равно наберут своих. Да, это, знаешь, из разряда того, что вот мы сейчас живем с тобой по девизу. Да. Один раз живем. Один раз живем. Если вы этого не сделаете, то, возможно, в жизни больше не предоставится такой никакой шанс. Это судьба, понимаете? И если она вот дает вам такой шанс, пользуйтесь этим. И кто знает, может быть, через несколько лет, когда мы уже с Сережкой постареем и будем вести какое-нибудь шоу Малахова. Вы станете конкурентами Жени Кипиш, например. Да, да, да. Кто-то, понимаешь, займет в наши места и будет вести утреннее шоу Будильники. Это как мы, знаешь, сейчас раньше, ну, я не знаю, я был еще очень маленький, я не смотрел это утреннее шоу, Тая и Адиль вели. Да. А один там солнышко ходило, они сидели также в тапках, ну, это вот, все-таки, наверное, с того пришло. Да, теперь мы на замену им пришли вот Серж Позитив и Женя Таранова, а потом кто-нибудь на замену нам придет еще кто-нибудь талантливый и молодой. Такие же, как мы сейчас. Я уверен, я уверен. Вот так вот. Но что, все равно, наверное, давай сначала посмотрим клип, а потом уже подведем с тобой итоги, к чему мы вообще сегодня пришли и, наверное, как нужно проходить, Катя, избежать волнения все-таки. Мы с тобой прям по пунктам разберем. Ну давай, волнение это, кстати, очень интересная тема. По пунктам прям разберем. Да, по пунктам разберем. А пока что на лучшем музыкальном что у нас? Ну, конечно же, самое зажигательное видео, друзья. Ну что, вот круто мы попали на ТВ. Как и обещали. А вы круто попали к нам на наш канал и доброе утро, на самом деле. Доброе утро. У нас здесь весело, у нас здесь хорошо, у нас здесь по-настоящему искренне и доброе утро. Да, Женька, я с тобой согласен абсолютно. Ты сегодня такая лучезарная. Да. Выспалась, наверное. Выспалась прям. Сколько часов спала сегодня? Я сегодня поспала 4 часа. Молодец, для тебя, кстати, хватает. Но мне хватило. Потому что все-таки для твоей кожи это полезно, Жень. Все-таки. Я понимаю, что ты хочешь постебать меня, но мы все-таки к кастингам перейдем, мне кажется, это будет полезней. Да, да, да. Все-таки волнение, как избежать. Многие, когда я ходила на кайф, многие стояли там с пустырничком, понимаешь? Серьезно? Да, серьезно. Ничего себе. Приходили прям с пустырником, но ты знаешь, от пустырника же не уснешь. Сережка борется с бессонницей от пустырника, а кто-то волнение. С пустырником от бессонницы. Вот. Можно приходить с пустырничком, да, немножечко оп-оп-оп и все. Дальше, как с волнением можно бороться? Можно, все говорят, вот включается камера и все, я теряюсь. Нужно уметь, друзья, отключаться от внешнего мира, да, и, как говорят многие, смотреть чуть выше камеры, да, в какую-то точку и представлять себе там, я не знаю, своего друга, человека, с которым ты вот находишь какой-то контакт и общаешься, то есть не смотреть вот на окружающую тебя сторону. Давай твой секрет побороть волнение, потом я свой скажу. Я рассказываю, Сергей. Пустырник? Пустырник ты рассказывала про кого-то. Подожди, я рассказываю еще. Нет, давай твой секрет. Мы понимаем, там кто-то с пустырником, я не знаю, кто-то еще с чем-то, а вот твой секрет. Секрет, наверное, все-таки это опыт, потому что в любом случае я когда выходила, включалась камера и все. И я не могу, вот, понимаете, это внутреннее волнение, когда все внутри переворачивается и ты ничего не можешь сказать, но со временем это все пропадает. Ты должен чувствовать себя вот комфортно, понимаешь? Скажи, у тебя на самом деле сейчас вообще не присутствует вполне никакого? Абсолютно, абсолютно нет. Нет, но я не знаю, а знаешь, мне кажется, если ты не волнуешься, значит тебе уже все равно. Нет, нет, это, нет, когда, понимаешь. Нет, я имею ввиду не твою работу, а там, когда выходишь на сцену, вот ты при Патье Мэй вела, у тебя хоть чуть-чуть трясло. Это нереально, когда, понимаешь, когда ты там уже привык камерам, когда ты там выходишь, и когда ты выхожешь на большую аудиторию, все равно есть это чувство потряхивания, когда ты не знаешь, что тебе не хватает воздуха, ты начинаешь взрекаться. Молодец, Женька. Когда ты ведешь, ведешь, все у тебя хорошо, но перед каждым мероприятием я волнуюсь каждый раз. Я хочу сказать, что ты все-таки еще годна для ТВ. Если бы ты вообще не волновалась, тогда можно было бы уже списывать ее. Спасибо, что отменили мою пропригодность. А я, кстати, знаешь, я всегда волнуюсь, всегда волнуюсь, да. Но мое волнение проходит сразу же вот после первой, я не знаю, там, студии, после первых слов. После первого предложения. После первого предложения, да. Когда ты уже чувствуешь отдачу, да, от кого-то или от чего-то, я не знаю, там, от камеры эту отдачу. Так что все-таки волнению быть нужно, да? Волнение должно быть. Это все-таки какие-то свои эмоции, да, необъяснимые. Мне кажется, это каждый должен пережить. Мне кажется, это каждый должен пережить. Правильно, правильно. Каждый должен это пережить. И поэтому, друзья мои, я вам советую пережить такие эмоции, как мы испытывали. Ходите на кастинги, попадайте на ТВ, становитесь звездами. Скислайте нас. Но не коронованными звездами. Как Женька, звездочка во лбу горит-то. Как Сережа, Сережа Позитив, который сейчас сидит и говорит мне про звездочки. Друзья мои, ну что, вот наше утро такое. Я думаю, что наше утро сегодня замечательное. Ну и что, что без гостя? Да гости сегодня мы на самом деле. Да слушай, нам и без гостя офигенно, хорошо, круто. И если честно, мы даже и не скучаем. Поменьше гостей, поэтому... Побольше Женьку крупным планом. И Сережку Позитива здесь в тапках. Мы хотели что-то сказать, но забыли. На самом деле, давайте все-таки посмотрим замечательный видеоклип. Ну и попрощаемся, друзья, с вами. С наканем природы вставай, вставай. Ну, мне кажется, Женька, знаешь, сегодняшний наш эфир помог многим-многим молодым дарованиям перебороть страх пойти на ТВ или на какой-нибудь кастинг. Пойти на кастинг, пойти на ТВ. Ну, без разницы, мне кажется, что ты должен в первую очередь в себя верить, друзья. Поэтому верьте в себя обязательно. Что бы то ни было, какие бы двери не закрывались, умейте проломить все это, найти ключики к этим замкам, и тогда у вас все будет хорошо. Приумножайте полезные знакомства, друзья. Развивайте свой талант, обязательно. Ну и самое главное, включайте наш любимый музыкальный канал Музон, потому что, друзья, мы лучшие, правда. Да, можно тебя пнуть по... По этому... Бережка уже сходит с ума, потому что он проснулся немножечко. Потому что я хочу все-таки пойти и попить кофе. Мы идем пить кофе, друзья, чего и вам советую. Отличного вам хорошего дня. Ну и, конечно же, Серж Позитив, Женя Таранова были с вами. Увидимся завтра. Просыпайтесь с нами. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова